Александр, для тех, кто у нас смотрит и кто придумал какую-то игру, ему кажется, что ферма-то ферма, а у меня есть не ферма, а фирма, и вообще еще интереснее. И вот Александр просто про нас не знает, но вот узнает буквально завтра. Куда им стучать, какие требования, что важно? Важно до того, как мы начали создать игру, поговорить с издателями. Издателей много есть, не только мы, есть много издателей игр, и надо прийти до того, как игра написана, и спросить вообще, какую писать, какую разрабатывать, какой должен быть сеттинг, может ли там быть кровь. То есть спрос должен диктовать предложению все-таки. Да, то есть нужно выяснить, во что играет, кто это покупает. А что важно? Давайте мы сразу три-четыре вещи такие перечислим. Важно соответствие к культурному сеттингу. Ну то есть если в России любят космос, то в США нет, а в Европе тем более. У них нет космической державы. Игры про космос не так популярны. А про балет? Ну про балет тем более. Еще очень важно понимать, что играют в эти игры другие люди. То есть вот помните, мы делили на хардкорных и казуальных игроков. Те, кто создают игры, ну программисты, да, они вот те самые 15-25 студенты, они делают игру своей мечты. А их мама, которая является обычной домохозяйкой, в такую игру играть не будет. Кровь, насилие. Возвращаемся к тому, о чем говорили. Сюжеты. Что сейчас актуально? Вот те, кто сидят и сейчас просто под карандаш берут, что нужно делать? Какой сюжет? Что актуально? Может, они ленивые в издательство пока дойдут? А так сейчас нашу программу посмотрят, все выяснят. Очень популярны сейчас квесты и приключения, особенно с какой-нибудь мистикой, хоррором, вампирами. Причем это, мне кажется, такой естественный тренд после вот этих всех фильмов про вампиров. Сумерки. Сумерки вот это все. Оно перетекло и в игры нашего типа тоже. Почему-то люди очень... Это сюжет. Какие еще требования? Что еще делаем? Ну, конечно, игра должна быть легкой в освоении. То есть человек должен взять, напоминаю, что он бесплатно ее скачивает, взять ее и тут же разобраться, что делать. Куда идти, как ходить, на что нажимать. То есть меню, понятная простота, доступность. Меню и сама игра, самое главное, должна быть понятна. Все должно быть просто, легко и управляемо. Если это игра для мобильных телефонов, она должна управляться одним пальцем. То есть в одной руке держишь устройство, в другим пальцем что-то делаешь на экране. То есть совет молодым ребятам, не создавайте сложные игры своей мечты, а думайте о конкретном человеке, у которого мало времени. Мы называем это коридорное тестирование. Коридорное тестирование. Да, надо выйти из своей комнаты в коридор, найти там кого-то, кто идет мимо. У нас это, например, бухгалтерия или еще какие-то люди, которые просто работают в офисе. Дать им игру, сказать, ну как. И ничего не объяснять. Если человек быстро разобрался, быстро играет, ему нравится, и он не хочет отдавать этот телефон или планшет, или компьютер, значит игра хорошая. Если он говорит, что ничего не понятно, и приходится объяснять, значит игра плохая. Что-нибудь еще важное? Еще очень важно постоянно хвалить игрока. Вот эти люди, которые запускают игры для того, чтобы расслабиться на 5, 10, 15 минут, они не хотят какие-то сложности и сотый раз проходить на тот же уровень. Поэтому там постоянно идет подбадривание, дополнительные очки. Урат и молодец. Призовые какие-то дополнительные бонусы и так далее. Это все происходит прямо часто. Несколько раз в минуту надо подбадривать игрока. Какие-то прям визуальные или звуковые эффекты. А все вот эти фермы и вся вот эта история, это ведь, можно так сказать, что это последовательство могучи? Я бы сказал, что это последовательство того, что мы становимся офисной средой. То есть мы же живем в офисе, работаем в городе, ездим в пробках. И обычно это люди, которые электрончиками занимаются. Они перегоняют документы с одного почтового ящика на другой, пишут что-то на компьютере. Им очень хочется чего-то настоящего. Дом, трава, деревья. Они не могут лично поехать это все построить, порубить деревья, например, на дрова. А так ощущение, что эффективный, крепкий хозяйственник на селе. Ну, вряд ли вот прям так. Самообмана там нету никакого. Ну, просто это же интересно, это та область деятельности, которой обычного офисного клерка нет. А им хочется попробовать что-то такое. С этим же связана тема путешествий. То есть какие-то игры с какими-то далекими странами, с Ацтеками, с Египтом. То есть погрузиться во что-то такое, во что не получается погружаться на работе.